Срочное видео. Вы меня как-то начинаете пугать. Читаю ваши отклики, посвящаются тем, кто будет голодать. Этот голод я записал в 2013 году. Скорее всего, в 2012 году написал, потому что в 2012 году я там начал работать на восьмерке. С восьмерки ушел на первый канал опять. Весь 2013 год я работал там. О никаком голоде не было речи. Этот голод был записан в 2012 году. Один из таких жестких, длинных. И я его просто-напросто выставил до этого. А потом я его стер из-за того, что постоянно шли отклики. Вот так и так. Вы тут показываете, что с вас выходит. Могут смотреть дети. И это очень неэстетично и так далее. Я его нашел, где у меня исходник. Это все там убрал. И вот мне, знаете, что тут пишут. Геннадий Петрович, ночное голодание на воде и урин. Очень боюсь сорваться. Но чувствую, что больше не могу. Вес 112 килограмм. Сижу на игле. То есть уже довольно часто колю дексаметазон. Это путь к смерти. Самое неприятное ощущение. Первое. Язык щипет. Есть не могу. Ну вы же голодаете или что? Или начинаете? А, только начинаете. Есть не могу. Второе. Постоянное ощущение, что вот-вот вырвет. То есть уже организм не принимает. Третье. Сдавляет голову, но без боли. Что-то там с сосудами. Я так думаю. Четвертое. Псориаз. Замучен. Это говорит о том, что тут весь организм уже поражен грибками. Хотел вас спросить. Как вы считаете, при таких явлениях, сколько нужно голодать? Больше 20 или хватит 20 дней? Вот это вот меня и пугает, и настораживает. Что надо голодать. Вот смотрите. Вы всем своим образом жизни. Подвели себя к этому. И думайте, что с помощью голода можно решить. Я вам хочу сразу сказать, что Голод 20 суток, может быть даже там больше суток, а может быть даже в некоторых случаях и меньше суток, сможет решить большинство ваших проблем. Я бы даже сказал, может даже ты избавить от них. Но Вы начнете выходить, Вы столкнетесь с теми же проблемами, которые привели вас к вот этому. Поэтому, поэтому Все это, как правило, перечеркивается. Это в 99% случаев после длительного голодания, когда человек до этого не работал над своим образом жизни, над мышлением, все это перечеркивается, все это усугубляется. Поэтому я посоветовал, или вот как бы я действовал, я в первую очередь бы из своего образа жизни начал бы вначале убирать различные вещи, которые ведут к обострению и как бы сказать, поддерживают болезненное состояние. То есть, я начал бы рубить с корня, понимаете, а Вы пытаетесь действовать с кроны, то есть, всю эту листву, которая вот уже выросла, цветочки, эти все сначала листы уничтожить и так далее, до корня Вы дойдете или нет? Потому что через какое-то время он опять пустит ветви, пустит листочки, пустит цветочки и все то же самое возникнет. Вот. В первую очередь, значит, чтобы не подкармливать там грибки, которые вот эти все вещи вызывают, типа псориаза, то есть, чешется. Как только что-то чешется, шелушится, это работа грибков. То есть, не надо себя как-то успокаивать, как-то там настраивать на какой-то там лад, что это что-то другое, что это не оно. Это оно. Грибков огромное количество видов и так далее, и так подобное. Поэтому подкармливать грибков не стоит. С сахаром, дрожжами. То есть, дрожжевые продукты исключаем, сахар исключаем в виде сладости. Пускай это будут цельные каши. И пошли там каши, овощи там, все там такое, на них. То есть, уже посмотреть, через месяц, вот сколько вы проголодаете там, допустим, через месяц такого питания, вы уже начнете ощущать, что какие-то подвижки в вашем организме в лучшую сторону пошли. Далее, эмоциональное состояние. что вас беспокоит. Потому что без изменений в наших, так сказать, тонких телах, которые во многом зависят от эмоциональной нашей составляющей, от того, что что-то нас беспокоит, раздражает, что-то не дает нам нормально жить, понимаете, этого сделать невозможно. с этим работаете. Только оп-оп-оп пообрубали, глядишь, совсем легче, совсем по-другому стало. Вот. Не надо там что-то там колоть. Естественно, когда человек будет там голодать, или вообще так язык щипет, это говорит о том, что ему уже не хочется принимать никакую пищу, потому что она идет, постоянное ощущение, что он вырвет, то есть организм сам готов уже очищаться. Поэтому мой первый и основной совет, когда у вас что-то такой, букет заболеваний, вы столкнулись с чем-то сложным, вначале рубим корешки, корешки. Вот когда вы их так хорошенько обрубили, и через полгода уже смотрите, что у вас там недоработано, что у вас получилось, что там у вас не получилось, и начинаете, начинаете уже практиковать более серьезные методы, к которым относятся голодание. Вот все, что написано в моей книге, я причем собрал массу различных литературных источников по голоданию, их обработал, и плюс еще свои собственные туда внес рекомендации, то есть существует такая вещь, как индивидуальная конституция, она у нас разная, существует такая вещь, как судьба, у нас разная, существует такая вещь, как наработки, которые тоже разные у нас, и все это, знаете, один и тот же голод на человека будет действовать совершенно по-разному, даже на одного и того же человека, первый голод так действует, второй голод так действует, третий голод так действует и так далее, и тому подобное, то есть сначала необходимо изучить себя, свои реакции на голодание, и тогда только опускаться в дальнее плавание, чтобы с вами не случилось чего-то такого серьезного, потому что вы не знаете, вот, когда человек начинает голодать, и примерно вот с такими, вот, с таким букетом заболеваниям, в зависимости от возраста и наличия жизненной силы у него, начинаются такие явления с организма, как может быть рвота, может быть, допустим, обсыпать кожу там, чем-то, может человек не спать, может человек еще что-то там такое-нибудь быть, понимаете, вот это все проявляется по-разному, и, естественно, вы, если никогда это ничего не делали, вы растеряетесь, вы подумаете, ой, буквально-таки я там умираю, еще надо выходить, там, что-нибудь там поесть, и нанесете только себе вред, изучайте свой организм, пользуйтесь моими книгами, зачем же я выставил, показал вам, чтобы вы почитали, опробовали, изучили свои реакции, действовали, чтобы вы, то есть не я за вас, а вы сами создали для себя собственную оздоровительную систему, и которую вы придерживались в течение жизни, что надо менять, опять, допустим, почитали книжечки, почему такое происходит, изменили, и все тогда у вас будет хорошо, а так не пускайтесь вот это вот, я голодаю, вот что-то выдержу, не выдержу, вот это вот пройдет, вот это не пройдет, я не знаю, какая у вас зашлаковка, и насколько это просто по своему собственному опыту даже на сороковые сутки выходит еще куча всякой шлаков, постарайтесь быть разумными и любить себя, не пускаться вот в такие вот сильные вещи, не изучив ни механизм их действия, ни самих себя, ни реакции на допустим, то же голодание. Так, опять-таки, Петрович, а можно во время голода потреблять отвары трав, плодов, чаю? Я сразу скажу, можно, можно, да, можно, но это уже будет не голод, понимаете? И об этом я уже написал в своих книгах, разъяснив, что такое голодание, понимаете, ну, ну не читали, ну не знаете, ну не это, и спрашиваете, а можно, не можно. Ну и, наконец-таки, поздравляю, крутая у тебя тачка нафиг, тачка на прокачку, на которой я прокатнулся, вот тогда и прокатнулся, вот это и была и моя тачка, ха-ха-ха, ну все может быть, все может быть, поэтому не обессудьте. Так, заканчиваем. Продолжение следует...